Но вообще идея вполне здравая. Я хочу начать с этого. Потому что ИГИЛ, кроме своего боевого потенциала, это еще и экономика. Это преступная экономика, которая выстроена по определенным принципам и которая, как ни печально это осознавать, встроена сегодня в экономику и западного мира, и арабского мира. Как бы это ни пытались скрывать. Потому что экономические взаимоотношения, которые сегодня у ИГИЛ и у компаний, которые с ними аффилированы, существуют с вполне приличными, белыми, цивилизованными корпорациями, западными и компаниями из стран Персидского залива. Они носят вполне деловой характер. ИГИЛ специально захватил целый ряд нефтяных исторождений и удерживает их силой оружия для того, чтобы не просто нефть добывать, а для того, чтобы эту нефть продавать и находить определенные рынки сбыта. Ничего бы не стоило в принципе международной коалиции, которая выступает против исламского государства, перекрыть эти рынки и лишить ИГИЛовцев источников сбыта и источников получения валюты, которые они затем тратят на приобретение оружия. Причем оружие они приобретают тоже, в общем-то, не в восточных странах. У них достаточно много новейших систем западного производства. Например, оружие бельгийского производства, фабрик националь. И возникает вопрос, каким образом она туда попадает, кто им продает. Даже если это цепочка посредников, в принципе, она никогда не может быть бесконечной. И по этой цепочке всегда можно пройти до конкретных поставщиков, которые не могут не знать, куда они направляют эти партии оружия. Даже если делают вид, что, в общем, дальнейшее движение оружия, которое они продали определенным посредникам, с их точки зрения вполне благонадежным, не их дело. Это все легко прослеживается. Поэтому, в принципе, западному миру, Соединенным Штатам, если бы они действительно хотели уничтожить исламское государство, им ничего не стоило бы уничтожить эти месторождения. Конечно, это привело бы к экологической катастрофе. Но, в общем, это бы во многом решило вопрос, связанный с тем, чтобы лишить исламское государство оборотных средств. На которое они выстраивают свой халифат. Однако, это не предпринимается, не делается. И я более чем уверен, что здесь две основные причины. Первая причина заключается в том, что, вообще говоря, деятельность ИГИЛ выгодна Западному Соединенным Штатам. Даже не Западному миру, а именно Соединенным Штатам. Потому что ИГИЛ ослабляет позиции всех крупных игроков. Она создает угрозы не только на Ближнем Востоке. Но ИГИЛ собирается перенести свой джихад в Европу. И в этом отношении американцы, создавая иллюзию борьбы с ИГИЛ, они одновременно пытаются всячески сохранить потенциал исламского государства от полного уничтожения для того, чтобы иметь инструмент, который всегда может нанести удар по Европе и ослабить Европейский Союз. Продолжение следует...